МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Проповедь, которую я приготовил на сегодня, будет называться просто. И не давайте место дьяволу. Кто помнит, где такой стих записан? В Ефесянам. Правильно, в 4 главе. Там есть целый такой разбор. И в определенный момент сказано, и не давайте место дьяволу. Павел пишет письмо Ефесянам. Как вы считаете, это были верующие люди? Кому он писал письмо? То есть некоторые говорят, что верующий человек не может сотрудничать с дьяволом. Но здесь Павел напрямую говорит, и вы верующие люди, не давайте место дьяволу. Почему я решился говорить на эту тему в это время? Я скажу очень просто. Потому что мы живем немножко в нервное время. И месяца самоизоляции, в некоторых случаях, когда мы мало могли встречаться или мало контактировать, могли давать людям обострение каких-то внутренних процессов. И вы знаете, сейчас многие говорят, что люди, которые вообще одинокие и были одиноко долгое время, вот эти вот месяцы, как бы многие из них нуждаются в определенной дополнительной помощи сейчас, потому что для некоторых это дело было очень вредным. И я думаю, что мы не исключение все, и поэтому важно не давать место дьяволу. И с другого формата подхода, Ицхак уже говорил на эту тему, потому что он говорил на тему сегодняшней недельной главы Корах. И Корах, и Датан, и Аверам дали место дьяволу. Но они дали место дьяволу на таком уровне, что уже развернуться не могли. Я надеюсь, что все мы совершенно не там. И если где-то мы периодически даем место дьяволу, то мы поучим, как его давать и как его забирать назад. И что это значит давать и забирать, или как это обратить в нашу пользу. Потому что то, что называется проходить через трудности, это не всегда плохо. Иаков говорит с радостью, принимайте, когда у вас есть вот такие противостояния. Знаете почему? Потому что они исправляют нас. Если мы правильно на них реагируем. И даже неверующие люди придумали такой интересный слоган, который крайне актуален. Они говорят, всякое поражение или всякий кризис используйте как новую потенциальную возможность. Ну или примерно так говорят. Слышали такое? Они не придумали это слово с потолка. Это Иаков. Только это они сделали вольную формулировку. И мы на эту тему поговорим сейчас. Как можно давать и как забирать вот это вот, что мы даем. Но вначале мы ответим на несколько вопросов. Немножко глобалистских. Скажите мне, как вы считаете, для какой цели Бог создал человечество? Общение, природа была не одинокой. Есть на самом деле не два ответа. Я призываю каждого думать над такими темами. Почему? Потому что это раскрывает наш мозг. Иногда мы услышали фразу какого-то одного проповедника из Усть-Каменогорска, который сказал, чтобы у Бога был собеседник. И мы как бы бум запечатали это и все. Я думаю, что Господь Бог, Творец миров достаточно самодостаточный. И если культурно другие построенные Скандинавы, скажем, в Финляндии, перенесли время самоизоляции вполне просто, без общения с кем-либо, а просто с хорошей книжкой и с какими-то компьютерными программами, то Творец миров вполне самодостаточен, поверьте мне. Но это возможный один из ответов, чтобы иметь собеседника. Есть самые-самые-самые разные интерпретации для чего, как и что. Я вам скажу одну, к примеру, которая меня заинтересовала, хоть я не согласен с ней. Скажу, чтобы спровоцировать вас думать. Я не согласен с такой формулировкой. Некоторые говорят, что Бог, Творец разных существ небесных, духовных, сотворил один наиболее близкий для себя, для общения, или кто его знает, для чего. Слово общение – это человеческое слово. То есть мы люди социально общительные, потому что мы люди. А как они там, я не знаю. Может, для них эта штука совершенно в другом формате развивается. Так вот, он сотворил один из видов, условно назовем его сынами Божьими, которые были крайне посвящены в многие тайны Творца. Они не выдержали какую-то испытательную программу, которую Бог для них сделал. И он дал им второй шанс. Он отнял у них всю память вселенских тайн. И каждого из них поместил в человеческом теле, чтобы испытать еще раз, как мы отреагируем. Вот одна такая теологическая доктрина. И это целый философский вопрос, так ли это. Я когда услышал ее, первая моя реакция была чушь. И сейчас я повторяю чушь, но с меньшим упором, потому что некоторые места Писания ну как бы каким-то образом взаимосвязаны. Я думаю, каждому из нас важно иногда думать, для чего Бог создал человечество или для чего Бог создал меня, моя цель в этой жизни. И все говорят, что это важно периодически думать об этом. И некоторые вещи отвергать, некоторые вещи испытывать, проверять, и даже потом отвергнув, мы становимся умнее. Но как факт, созданное Богом человечество, свалилось. Ну, Писание, по крайней мере, на эту тему говорит очень четко. То есть, совершенные Адам и Хава расплодились, размножились, и весь этот громадный кангломерат свалился. А сейчас я уже буду говорить о более понятных темах. Свалился, ушел с путей Божьих. Ну, согласны со мной или нет? Ну, Писание об этом. Ибо все мы согрешили, не знаю, для чего Бог сотворил человечество, но все мы согрешили и лишены славы Божьей. В христианском концепте, когда подходят к сотворению человечества, говорят, что когда начинается жизнь, Бог проецирует душу и становится... В еврейском контексте говорят иначе. Все души уже давно там, в его ангаре душ находятся. И только в правильный момент, когда начинается физическая жизнь, Он посылает одну из душ туда, и вот она, бам, воплощается, чтобы реализовать себя. Но как факт Писание говорит нам, что все человечество согрешило и лишены славы Божьей. Первый пункт. Согласны? И мы как люди, как части этого человечества, не важно, что мы многие евреи, и находимся в некой другой, сейчас про нее поговорим, стадии, как бы... Но мы тоже имеем те же грехи. Наш народ, говорят грубо, косячит не меньше всего остального населения, земного шара, имея определенный потенциал не делать таких грехов, а иногда и даже более. Согласны? И вот это человечество. И Писание говорит, и эта история рассказывает в 12 книге Бытия, что Бог сотворил Израиль от одного человека, одного из представителей всего этого человечества, и дал Израилю определенное назначение. Я сейчас не буду спрашивать его у вас, для чего, просто отвечу. Если вы прочитаете Исайю 41 главу, там написано, о раб мой Израиль, малолюдный Израиль, не бойся, я избрал тебя. Кто помнит эти стихи? Я избрал тебя, ты будешь горы сотрясать, ты, малолюдный, клюм, шумдовар, маленький, будешь в Мекину делать разные вещи, созидать. И это случается, или говоря по-простому, Бог сотворил Израиль, чтобы он был инструментом в руках Господа Бога, чтобы влиять на все вот это падшее человечество, чтобы изменять это человечество, быть свидетелем. Аврааму он говорит, твои потомки будут свет для народов, они разрушат дела зла, твое семя будет светом народов. Ну вот это примерно об этом. Это назначение Израиля. Но мы знаем прекрасно, что Израиль тоже, что сделал? Свалился. И имея все вот эти преимущества, наше человеческое возобладало, и проблемы в Израиле, такие же, как во всем мире. То есть мы, Израиль, инструмент для исправления мира, сами нуждаемся в том, чтобы быть исправленными. Писания говорят об этом? Скажите мне. Приходит Иешуа и говорит, я пришел к погибшим овцам дома Израилева. Или он говорит по-другому. Нездоровые, а больные нуждаются во враче. И по сути, он клеймит, ну может быть не 90, не 100%, но 99 точно процентов Израиля. Вы, ребята, нуждаетесь во враче. Ну там 1% или там меньше, я не знаю. Они достойны всяческого уважения. Допустим, мы читаем про родителей Иоанна Крестителя. Помните формулировку, которую Писание дает им? Какое? Праведные по, то есть, ну как бы удовлетворяли Божьему стандарту праведности. Нет, что сказать против таких людей. Или Симеон, или еще там была целая масса людей, которые стояли в норме. Но в большинстве, и вот приходит Иешуа и говорит, я пришел, и он собирает вокруг себя команду, и он говорит, мы команда, она, эта команда, другими словами называется или ученики Иешуа, или аншейдер, люди пути, или потом этой команде дали другое название, церковь, или община, или, 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 не важно, что назовем их условно, команда Иешуа. И он говорит, вы команда, самые приближенные ко мне, и я делаю вас светом и солью, чтобы вы лечили больной Израиль, который в свою очередь, будучи излеченный вами, будет лечить весь мир, чтобы все человечество было излечено, вылечено. Ну, это суть Писания. Но потом, когда вот эта вот группа учеников Иешуа стала разрастаться, и к ней стали прибавляться не только еврейские члены, здесь есть много разного мнения и разного расхождения, не так важно, эта группа вообще стала крайне больной, раздираемой внутренними противоречиями, и откройте только историю учеников Иешуа в церкви за последние 2000 лет. Можно за голову схватиться, что хочешь было. И если говорить более детально, Иешуа все-таки говорит через учеников, через руаха кодыш, через священное Писание, тема избавления никогда не была отменена, никогда. И она продолжает действовать, и, наверное, есть какая-то сокрытая премудрость Божья, что многие вещи растянулись на столько лет, на тысячи лет. Но все равно вот эта фраза, ибо сегодня день твоего спасения, помните эти слова? По сути, он обращен к каждому из нас, чтобы ты и я позволили Богу исправить кого? Меня, тебя, чтобы я исправленный, мог быть частью обновления учеников Иешуа, или как ученики Иешуа, или Кигела, или община, или церковь, или как хочешь, назови это, стали исправлены и послужили свидетельством исправления Израилю. Помните, римлянам написано, Израиль приткнулся до времени, пока вот эта вот группа исправится, чтобы самим прилепиться, обновиться, как хотите назовите, чтобы повлиять на человечество и исправить. То есть, твое личное спасение или исправление, наверное, более правильное слово, оно зависит или от него зависит общее избавление. И вот Павел, движимый вот этими вещами, пишет письма, которые почти все направлены на то, чтобы исправляться, чтобы не допускать в себе корохов, датанов, авирамов, хотя периодически есть разномнение, есть терки и есть расхождение всяких. К примеру, мы читаем даже про самого Павла. Помните, они там командой пошли куда-то, все получилось. Второй раз этой командой заходили идти, и там написано, один из команды сказал, нет, я пойду с Варнавой. Помните? И там даже написано, случилось разногласие, огорчение. Что значит по-русски огорчение, разногласие? Поругались, поссорились, пару недель не спали, мучимые взаимно обвинениями. Павел говорил, Варнава и Марк, они против меня затеяли, что им не хватало? А они говорят, этот Павел, он думает, что он самый умный. Ну, примерно так. Но потом все угасло. Они могли позволить Богу исцелить свою внутренность, и каждый из них стал достойным исправителем других людей до такой степени, что даже им дали такой почетный статус, как шлихим. Даже про Варнаву написано, он был один из апостолов. Может, не из тех, которые записывали священное писание, до сих пор было понятно. Сейчас я хочу говорить о том, что Павел говорит к нам для нашего личного исправления. Поэтому возьмите, откройте, пожалуйста, Ефесянам. Мы будем бежать по тексту. Я его буду истолковывать немножко в другом формате. может быть более понятным каждому современному человеку. И как я сказал уже, Ешуа делает свою команду для чего? Чтобы лечить кого? Где? Он делает команду, чтобы лечить Израиль, чтобы излеченный Израиль лечил человечество, и чтобы человечество вернулось в правильную позицию, кондицию перед Богом. И вот тогда мы узнаем, для какой цели Бог сотворил всех людей и каким образом Он хочет использовать установленное в своем достоинстве человечество, которое будет просто касаться наверное ангелов. Наверное, поэтому один из псалмов говорит о человек, что ты думаешь о человеке? Немного унизил его лифне элогим. Помните такие слова? Ты немного его унизил перед собой или перед элогим, мы даже до конца не понимаем суть этого слова элогим. Это Бог о себе говорит или о каких-то судьях или силах, которые там Влад, который может быть лучше многих здесь разбирается в нюансах иврита. Правильно я истолковываю, правильно? Итак, Ефесянам. Четвертая глава. Я читаю с 11 стиха. 11-12 стих. Давайте вместе и будем читать, что мы можем вывести на экраны. Библию не можем еще? Жалко. Окей, пожалуйста, все откройте четвертая глава Ефесянам. 11-12 стих. И он поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями, учителями для совершения святых, на дело служения, для созидания тела Машеха. То есть, он по сути говорит, если говорить производственным языком, это моя рабочая команда, и это есть административные обязанности каждого. Один способен организовывать такого плана, другой занимается набором коллектива или работников, ну, как в производстве, есть такой отдел, который занимается финансами, а один занимается набором рабочего коллектива, правильно, Лена? Как он? Отдел кадров. Кто вот здесь вот отдел кадров? Я так понимаю, что отдел кадров здесь-то евангелисты. То есть, они идут, они благовествуют, они привлекают новые кадры, но когда они заходят на производство, там есть пастыря, которые могут понять, к какому подотделу эти люди более подходят, а учителя уже учат. я грубо, конечно, говорю, здесь все сказано немножко в таком духовных позициях, но по сути это команда, которую собирает Иешуа, и он дает им разные позиции. Кстати, для тех из вас, кто не знает, последних года два этот стих в среде мессианских общин Израиля крайне провокационный. Знаете почему? Потому что здесь написано одних поставил апостолами. и они говорят как? Это уже многие говорят в Израиле. Эта позиция апостола уже не актуальна, она была тогда, 2000 лет назад, сейчас это все ерунда. Другая группа говорит, мапитом, это просто как тавкит, который люди умеют делать какие-то новые вида эти. И то место мне не имеет места, и то тоже. Я не хочу на эту тему говорить, но если мы прочитаем два следующих стиха, мы поймем для чего Ешуа одних поставляет в такую позицию, другую в такую, в такую третью. Читаем 13-14 стих. Он говорит, для созидания тела Машеха, это с 12 стиха, доколе все придем в единство веры, познание Сына Божия муже совершенное, в меру полного возраста Машеха, дабы мы более не были младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром мучения по лукавству человеков, по хитрому обольщению. То есть, эти люди должны всех научить более-менее базовому единству веры, чтобы все более-менее понимали основные принципы. Вы согласны со мной? Я надеюсь, что здесь большинство понимает эти принципы, что человек грешен, а Бог свят, что есть искупление, жертва, и важно всем, и Библия есть, и всеми этими вещами важно пользоваться. Это не просто сухая производственная практика, но это касается нашего внутреннего человека, чтобы мы исправлялись. И здесь про это сказано, чтобы мы исправлялись, чтобы познавали Бога, чтобы мы больше не были духовными младенцами. Кто знает, что такое духовные младенцы? Ну, скажите мне. Как? Слесар первого разряда, да? А что такое слесар пятого? То есть, это человек, который уже въезжает к многим вещам. То есть, на самом деле, это то же самое, ну, утрированное производство, только мы касаемся мироздания. И ты ходишь, как бы, а, меня качнули в эту сторону, ладно, или... Нет, Бог хочет, чтобы мы изменялись, чтобы мы понимали, о чем говорят люди, о чем говорят не только в общине, не только на просторах верующего интернета, чтобы мы включали телевизор или слышали людей, говорящих на паблик, на улице и говорили, Рега, этот парень брешет. Знаете слово по-белорусски, что обозначает брешет? Он сидит в Кнессите и брешет. Он хочет, Павел пишет здесь, чтобы мы были людьми, которые воспринимают мир адекватно, чтобы мы могли в этом мире быть доброй составляющей, кому надо, не только в общине, сказав, о, ты грешишь, брат, но сказать, Рега, 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 я не согласен с этими розово-желто-зелено-пятнами, которые повешены по всей хайфе. Не согласен. Люблю это. Не люблю это. Почему не люблю? Потому что Бог мне вложил этот стандарт и я не люблю. Это не значит, что я не разговариваю с людьми другой ориентации или буду унижать его. Но человек, который это делает грешит и я не хочу платить Арнону в хайфе, чтобы мои деньги печатали голубые, желто-зеленые флажки за мои, за ваши, за ваши и ставили их там. Я считаю, это неправильно. Вы хотите это сделать, соберите себе купу, напечатайте, что хотите, подайте просьбу, вам разрешат повестье, почему это мы должны за это платить. Или то, что происходит в Кнесете, когда одна группа ворует деньги у другой группы. Писание учит нас, чтобы мы раскрывались мозгом и были людьми адекватными, не закрытыми в своих религиозных сектах, но в то же самое, чтобы мы не были бунтарями, которые, как Датанвы, Аверам, только идут и революции делают, чтобы были байнян. Мы понимаем, что мир испорчен. Есть места более испорченные, есть места менее испорченные, и мы благодарим Господа Бога за менее испорченный Израиль, но здесь есть, что исправлять. И Писание говорит, чтобы мы не были влияемы хитрым басням обольщения, чтобы понимали вещи, где нас дурят, а где нас не дурят. И если мы не можем исправить это словами или делами, тогда мы можем встать на колени, если мы не понимаем, что это значит, заходим в гуголь, читаем, что значит молитва, и молимся, и просим Бога вмешаться, потому что Он всемогущий, у Него рука царя, и Он может изменять ситуацию. Вы со мною, правильно? Идем дальше. Мы читаем 15-16 стих, и, наверное, я уже сказал, то, что здесь написано, только другими словами, чтобы мы учились истинной любовью, все возвращали в того, который есть глава Машиех, из которого все тело, составляемое, совокупляемое предпосредством взаимно скрепляющих связей, когда каждый член действует, то есть, когда мы становимся коллективом, не то, что мы такое уж коллективище, что пастор сказал, и все, он сказал, а если ты считаешь иначе, и Роха кодиш тебе говорит, ну, делай, как ты считаешь нужным, это нормально, я, по крайней мере, со своей позиции, хас выхалила, чтобы кому-то из вас сказал, ну, вот, голосуй за Аликуд, или за Аваду, или за Мерет, как вы считаете, то делайте, я со своей позиции могу сказать, что прелюбодеяние это грех, и нельзя это делать, и если ты находишься в общине и прелюбодействуешь, мы тебя попросим уйти из общины, это я могу сказать, но, как вы выражаете свою социальную политику, свою общественную политику, пусть Бог даст мудрости каждому, и страха Господня, или, некоторые говорят, мы не можем иметь собственность, а другие говорят, мы можем, а мы хотим и так, и так, мы хотим быть самостоятельными отцем моим, нет, я хочу быть наемным, не хочу ни за что, люди, как вам удобно, так и поступайте, главное в святости, в праведности, в путях, которые Господь Бог обозначил, и один не превозносись над другим, потому что у каждого есть свой дар, и каждый в соответствии с этим даром живет, и это, об этом Павел говорит, он по сути говорит, я хочу вам сказать, товарищи, верующие, он говорит официальным языком, что руководящие позиции, это не то, что такие, они уж прямо руководящие, вы понимаете, что я говорю, я думаю, что время, то есть, я помню, когда были, я помню, когда были в общине, пастор посмотрел на кого-то, и человек от страха описался, ну, были такие места, я думаю, нельзя, ассур, есть место духовного самхута, а есть духовного плюрализма, где какие-то вещи решаются, где вещи решаются в праведности, в взвешенности, и это не значит, что пастор, или старейшина, или диакон, всегда правы, но есть место, где разговаривать, по крайней мере, стараемся, или стараются, или по крайней мере, должны стараться, но суть, чтобы все тело могло развиваться достойно, и я, многие мне могут быть свидетелями, к некоторым людям подходил и говорил, стоит тебе вот в эту сторону кинуться, изучать то-то и то-то, я говорил вообще не о верующих каких-то, науках, а предлагал изучать там какой-то курс или какой-то мигцо брать, ну вот так вот показалось, и моя жена это делает периодически, я знаю, что Дима так иногда советует людям, чтобы человек развился, и мы иногда можем ошибиться, но может быть в общей динамике правы, и советуем человеку, ну пойди, сдай на права, но человек сам свободен выбирать, что он считает нужен, но цель, чтобы мы были людьми добрыми, влиябельными, и чтобы не были такими серыми человечками, которых в некоторых странах любят выращивать, понимаете, о чем я говорю, и после вот этого вот высказывания положительного в Ефесянам с 11 по конец 16 стиха Павел вдруг преображается и начинает наезжать на людей, он наезжает на верующих, потому что я просто слышу его голос, и я слышу режущие нотки в его голосе, и он говорит, посему я говорю вам, и читаю 17, 18, 19 стих, и я посему заклинаю вас Господом, чтобы вы не поступали, как поступают прочие народы по суетности ума, будучи помрачены в разуме по причине их невежества, ожесточения сердца, дойдя до бесчувствия, то есть вот там была громадная община, Павел с ними контактировал, и это была община, которая старалась исправляться, но периодически были вихри враждебные, и они были влияемы от людей, и они говорили, знаете, почему он здесь про распутство пишет, знаете, почему он про распутство пишет, не знаете, я скажу, потому что в Ефисе распутство было государственной политикой, там был храм Артемиды Ефисской, это был культ плодородия, частью плодородия это было совокупление с блудниками и блудницами этого храма, это было частью ихнего дара плодородию земли, то есть там это было национальная политика, но тут возрастала кигила верующих с иудео божественными стандартами, что правильно, и что неправильно, и Павел их наставляет, говоря, люди, даже среди вас, дорогие верующие, мои братья и сестры, стали появляться люди, которые говорят, и там была такая ересь, что тело ничего не значит, оно все равно умрет, живи как хочешь, главное в голове веру, или там подпиши декларацию, что ты принадлежишь верою в Ешуа Машеху, и когда умрешь, все равно будешь в славе, Павел говорит, нет, так говорят люди с искривленным мозгом, а вы уже изменились, не будьте, как прочие народы, и он им в 20-21 стихе говорит, вы не так познали Машеха, и здесь он упирает, знаете, как он говорит здесь, вы не так познали Машеха, который родом из Израиля, у которого на лбу 10 заповедей, и он передает вам эти 10 заповедей, это можно, это нельзя, так правильно, так неправильно, поэтому не крутите мозг, дорогие товарищи, это он так говорит к Ефесянам, ну и мы каждый для себя понимаем, что он нам говорит, и 22 стих он говорит, отложи прежний образ ветхого человека, обновитесь умом, он говорит, обновитесь, ну хватит вам уже влияться от всего этого, и после, вот суть моей проповеди, после, с 25 стиха идут вещи, которые могут открыть нас для дьявола, или мы должны поступить так, чтобы не быть открыты для дьявола, теперь, как я уже сказал, у дьявола, и мы учили об этом неоднократно, есть не только отрицательное качество, или он предназначен не только для отрицательных вещей, он предназначен и для положительных вещей, каких положительных вещей, кто скажет, как испытывать нас, абсолютно, сейчас я разыграю сценку, куда Ицхак убежал, нет Ицхака, ладно, не надо, не надо, Миша, не надо, возьмем более или менее стойких людей, иди сюда, Виталик, вы сейчас поймете, о чем я говорю, чисто визуально, в Виталика вошел дьявол с таким грехом, как зависть, и он завидует Леону, я хотел Ицхака, потому что он сказал, я там против Леона гнал, чего-то типа я не слышал, я там вон сидел и все слышал, и вот этот дьявол его накачивает завистью против Леона, и каким образом это срабатывает, первое, оно проверяет меня, насколько я могу продолжать работать с Виталиком, видя, что он просто пожирает меня глазами, и насколько я выдерживаю это, то есть это испытывает меня, у нас есть Влади, который сегодня неважно себя чувствует, и Влади мне говорит, уже два года с ним на лестничной площадке, там, где он живет, живет один мужик, который по-русски кроме матов ничего не знает, и просто как они пересекаются на лестничной площадке, тот начинает Влади обливать матами, и он меня спрашивает Влади, что мне делать, я говорю, ты должен взвесить, может быть, его посылает Бог, чтобы испытывать тебя, насколько ты по-прежнему любишь род людской, и способен благословить этого человека, или дьявол в том человеке уже превысил все эти, и ты должен подать на него в суд заложен ра, и чтобы он заплатил тысяч двадцать, так вот, если он завидует мне, это напрягает меня, и насколько я могу простить его, но это также испытывает его, насколько он позволит этой зависти себя взорвать, или он на каком-то моменте скажет, я уже духовно взрослый человек, не, что-то не то здесь, слиха Господь, если его зависть превысила какой-то уровень, придет и попросит у меня прощения, а если это было так, что-то у него ветре враждебное, он просто забудет это и все, вы понимаете, то есть этого дьявола плохого можно использовать в добро, то есть насколько он испытывает меня и испытывает его одновременно, ну и наоборот, если я там завидую ему, насколько он, смотри, он такой-такой умный парень там в шахматы играет, и это, я вот не научился так, ну типа, что это, я его пастор, и я не могу его в шахматы выиграть, он говорит, я вам поддаю, вы поняли идею, спасибо, Виталий, вы поняли идею, то есть, но бывают проблемы, здесь Павел про проблемы не пишет, про проблемы пишет Иоанн, пишет это жестким языком, только он там не называет слово дьявол, а называет слово антихрист, помните, он говорит, и много антихристов вышло от нас, они не были нашими, то есть, они были с нами, но не были нашими и ушли от нас, помните, то есть, он по сути говорит языком сегодняшний Порошат Шавуа, он говорит, не доведите себя до уровня Короха, Натана и Авирама, которые были своими, и к ним приступил дьявол в виде зависти или бунта или еще чего-то, и они не могли с этим справиться, и они дали этому дьяволу отравить их, и они восстали против Муше, земля их поглотила, я еще раз повторяю, Павел про это не пишет, и я далек от таких мыслей, что что-то подобное среди нас, но давайте разбирать места, вот как он говорит, как можно давать место дьяволу, 25 стих, отвергнув ложь, говорите истину друг другу, ложь, это первый шаг давать место дьяволу в нас, манишма, ну, а коль биседр в Израиле отвечают, бофен о томати, но если и ты начинаешь крутить мозги, то здесь проблема, это не значит, что мы обязаны отвечать на все вопросы, есть вещи, на которые вы не обязаны отвечать, ни друг другу, ни мне, ни я вам, но Писание, да, говорит, что многие вещи мы должны говорить прямо друг другу, а если не хотим говорить, как нужно ответить, ну, как, я не хочу об этом говорить, и это тоже нормально, но когда мы начинаем по-белорусски брехать, это делает проблемы, и Павел об этом говорит, 26 стих, гневаясь, не согрешайте, гнев, хорошо или плохо, почему плохо, нормально, если это обоснованный взвешенный гнев, проблема, когда мы зашкаливаем с нашим гневом, то есть, когда меня возмущает какая-то вещь, я нахожу мудрый тон, даже немножко более грозный, и мудрые слова за беседер, но когда меня начинает шкалить в гневе, это большая проблема, я даже могу более глубоко интерпретировать этот стих, особенно этот стих актуален для семейных пар, когда семейные пары гневаются, и после этого, тут написано, солнце да не зайдет во гневе вашем, и не успевают покаяться, и после этого у них есть какой-то интим и то, они открывают себя проблемам, физическим проблемам, как ни странно, я говорю вам это вещи, которые я слышал от многих разных людей, и это не слова этого Рава из Кнесета, который говорит, что женщина идет с открытыми рукавами, у нее такие проблемы, что йод он говорит, бомица гвани йод, давайте не будем лаокзим и утрировать, то есть скромность это нормальные вещи, но сразу под проклятие разных болезней ставить человека из-за того, что он в своей закрытой секте понимает по-другому, это его проблема, пускай там они у себя так учат, а Бапумбе такие вещи говорить не надо, но здесь Павел на верующий мир дает толкование, он говорит, когда гневаетесь, не дайте этому гневу, не идите спать гневливые, то есть пускай это будет тяжело, но ваша жена уже заснула, а вы еще гневаетесь, еще не спите, приди аккуратно разбуди ее и попроси прощения. Я вы слышали про этот новый закон поправкам Конституции в России эти новые анекдоты. В два часа ночи звонит человеку на звонок, он так просонет, да, спасибо, что вы согласились отдать слово за обновление Конституции, или вы пакетик будете покупать в магазине, ну, когда там это, он говорит, да, дайте мне пакетик, спасибо, что вы согласились принять пакет обновления Конституции, вы же сказали, слово, да, я шучу, но писания говорят, гневаясь, знаете, где остановиться, никакое, кто крал, время так быстро бежит, кто крал, не кради, никакое гнилое слово, что такое гнилое слово, когда ты оскверняешь свои уста гнилыми словами, и не давайте место дьяволу тут написано, не давай, то есть, таким образом мы даем, если мы продолжаем, четвертую главу до конца и в пятую переходим, 31 стих, четвертый, всякое раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие, со всякой злобою, да будут удалены от вас, мы переходим дальше, пятая глава, третий стих, блуд, всякая нечистота, любостяжание, что такое любостяжание? Нет, это не жадность, что это? Это когда я не могу пройти мимо магазина, и каждая витрина провоцирует меня потратить еще 300 шекелей, чтобы купить какую-нибудь тряпку или ненужную кастрюлю. Я забыл, в каком это фильме этот мужик, он любил все время покупать кастрюли. Также сквернословие, пустословие и смехотворство. Знаешь, что такое смехотворство? Когда мы насмехаемся один над другим, когда мы пошутили, это нормально, а когда мы начинаем унижать других смехом, это проблема. У меня была такая проблема, то есть пошутить я люблю, но никогда не знал, где остановиться, так же, как с гневом. Я и погневаться люблю, но не всегда знаю, где остановиться, а здесь сказано надо знать. Ибо пятый стих никакой блудник, не чистый любостяжатель, который есть идолослужитель, имеет, почему любостяжатель, идолопоклонник, потому что как человек влюбляется в своего идола, человек влюбляется в кастрюлю или в тряпки, не может про... иногда из-за этого большие проблемы в наших бюджетах случаются. Не обольщает вас никто пустыми словами. Не давайте место дьяволу. То есть почти все наши побуждения они могут быть в пользу. Если я имею разумную, взвешенную критику, наставление, шутку, гнев, слова, иногда порезче слова, чтобы поставить человека на место, но я умею останавливаться, я достигаю какой-то цели. Знаете, Ешуа тоже иногда давал волю своему языку, и у многих в голове чисто такой светящийся образ, он иногда говорил, так он говорил, Влад, читаем на иврите, товарищи, ну идите скажите на улице кому-нибудь атакелев, получишь сразу в нос, но чтобы поставить человека на место, мы можем позволять себе какие-то вещи, но когда мы не знаем где остановиться, и нас начинает зашкаливать, мы никому-то вредим, кому в конечном итоге навредил Корах, Датан, Вавирам, Кому? Себе и своей семье, понимаете меня? Так же, как человек завидующий, к примеру, написано в Писании, что делает зависть? Сушит кости, то есть нам нужно быть взвешенными, и задача Сатана взбудоражить нас чуть-чуть, а наша задача или позволить ему испытать нас и противостать, или мы открываемся, но даже если вдруг открылись, важно вовремя остановиться. Я посчитал за важное сказать эти слова общине, потому что мы двигаемся вперед, много новых вещей случается, много вещей непонятных случается, вдруг у нас уже два потока, а кто-то мне сказал, почему два, вон в онлайн уже третий, и мы чувствуем духовную ответственность, нас рвет немножко, и мы устаем, и мы все стали большой командой, вчера, я считаю, у нас была шикарная здесь встреча с лидерами, не с лидерами, а с участниками общего прославления, стриминга и всего, и Господь милует нас, вчера у нас была хорошая встреча с лидерами, старейшинами, я думаю, что Господь хочет дать нам сбалансировано, чтобы мы возрастали в любви и уважении друг к другу, в созидании тела Машеха, и если тело Машеха созидается, то мы имеем слова сказать кому? Народу Израиля, а если народ Израиля исправляется, у него есть слова сказать кому? Всему человечеству, и мы начинаем исполнять божественное призвание, нести ту прямую линию, в которой Бог призвал нас, и нам важно понимать, почему Он призвал нас, каждого из нас, каждого, каждого, в это время привел в эту землю, я сейчас говорю, конечно, к нашей общине, но говорю не только к нашей общине, чтобы мы могли быть светом, а не тьмой, чтобы могли быть солью и благословением для других. На этой радостной ноте я хочу поднять вас, чтобы мы могли помолиться, и если вы не против, повторите за мной простые слова. Небесный Отец, используй меня и помоги мне быть инструментом в твоих руках, добрым инструментом, во благо, защити мой мозг от дьявола и уста от дьявола и мои эмоции от дьявола и дай мне сотрудничать с тобою, противостоять дьяволу. Помоги мне, наставь меня, благослови меня, помоги мне быть светом, если я спотыкаюсь, помоги мне подниматься, как написано в Писании, праведник семь раз упадет, и его поднимет Господь, и он будет продолжать быть светом. Помоги мне быть более прощающим, чем осуждающим, благоволить помоги мне, помоги уподобляться тебе небесный Отец, который позволяет солнцу вставать над злыми и над добрыми. Дай мне мир, шалом и благословение Башем, Ищуа Машех. Веймру Амен. 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 Продолжение следует...